МАКРОЭКОНОМИКИ 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 Это высокие показатели смертности, которые преобладали над рождаемостью. При этом в последние годы мы наблюдали позитивную демографическую динамику в отношении миграции, миграционного прироста. Однако этот миграционный прирост, он никаким образом не может помочь восстановить численность народного населения нашей страны. Официальное количество безработных в стране, по данным госцентра занятости, на январь 2022 года составляло чуть более 358 тысяч человек. В данном направлении наблюдалась позитивная динамика и восстановление рабочих мест после кризиса рынка труда, который был вызван пандемией коронавируса. Как мы уже отмечали в прошлом выпуске, наибольшее количество безработных в стране было зафиксировано среди работников сельскохозяйственного сектора, бывших госслужащих и работников розничной торговли. Самые высокие показатели по уровню средней зарплаты в стране на февраль 2022 года были зафиксированы традиционно в Киеве и Киевской области, на востоке страны, в Запорожье, ну а самые низкие тоже традиционно в Черновицкой области. Средняя зарплата по стране в целом в феврале составляла 14 тысяч 500 гривен. ВВП Украины в 2021 году вырос на 3,4%. Это после спада на 3,8% в 2020 году. Номинальный ВВП составил 5 триллионов 459 миллиардов гривен. А в расчете на человека это чуть более 131 тысячи гривен. С учетом среднего курса гривны в минувшем году, а он составил 27,29 гривны за доллар, в долларовом выражении номинальный ВВП страны составил 200 миллиардов долларов. А в расчете на человека это 4840 долларов. Госстат уточнил, что изменение дефлятора в 2021 году составило 25%. В сфере международной торговли в разрезе услуг, в экспорте и импорте в 2021 году преобладали традиционно транспорт и телеком. Во внешней торговле товарами ситуация также не изменилась. Лидеры это традиционно металл, агросектор, машины и оборудование. Китай до войны сохранял лидерство среди самых крупных торговых партнеров Украины. В топ-пятерке стран наших внешнеэкономических партнеров тоже ничего не поменялось. Среди стран ЕС нашими крупнейшими партнерами были Польша и Германия. По положительному сальдо торгового баланса в 2021 году самыми выгодными партнерами нашей страны, то есть странами, которые больше покупают в Украине, чем сюда продают, остались Египет, Индия и Нидерланды. Минфин Украины в апреле повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году на 11,84 миллиарда гривен по сравнению с апрельским прогнозом. Как свидетельствует прогноз на начало мая на сайте ведомства, самая большая сумма выплат приходится на апрель-июнь этого года, 22 года, 167 миллиардов гривен. Тогда как в июле-сентябре она прогнозируется на уровне 147 миллиардов. В октябре-декабре 2022 года 133 миллиарда. Выплаты по внутреннему долгу в 2022 году Минфин увеличил на 13,97 миллиарда гривен. До 454 миллиардов гривен. А по внешнему сократил более чем на 2 миллиарда гривен до 129 миллиардов. Ну и в 2024 году Министерство ожидает выплаты в размере 352 миллиардов гривен. Промышленное производство в Украине в 2021 году выросло на 1,1%. Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2020 году упало более чем на 5%, а точнее на 5,2%. После сокращения еще на 0,5% годом ранее. Инфляция в Украине в 2021 году ускорилась до 10% с 5% в 2020 году. При этом в 2021 году по сравнению с 2020 оборот розничной торговли существенно вырос. Вырос более чем на 10% и составил более чем 1,443 миллиарда гривен. Наибольший рост оборота розничной торговли в 2021 году зафиксирован в Черновицкой области, в Тернопольской, Закарпатской, Винницкой, Львовской, Полтавской, Ровенской и Житомирской областях. В этом выпуске мы подвели итоги состояния экономики нашей страны в предвоенный период. О том, какие изменения в экономической сфере ожидают нас в ближайшее время и каким может быть послевоенное восстановление Украины, поговорим в следующих наших роликах. Подписывайтесь на канал Клуб Экспертов.